Здравствуйте, коллеги! С вами Максим Амелинчук, автор проекта Риэлтор на миллион. Это видео я записал специально для тех риэлторов, которые на сегодняшний день не могут принять решение принятием участия в тренинге продажи недвижимости оптом или нет. Я хочу познакомить вас с несколькими фишками, которые позволят вам посмотреть, по-другому посмотреть на эту технологию, на технологию, при которой вы приходите на предприятие в организацию либо организуете встречу на какой-то нейтральной территории. Форматов очень много. Знакомите людей с состоянием рынка недвижимости, делаете им интересное предложение и собираете кучу контактов и у вас появляются клиенты. Несколько раз получал возражения, вопросы на такую тему, где брать столько много людей, чтобы каждый раз проводить каждый день, несколько раз в день или несколько раз в неделю, чтобы проводить какие-то встречи, презентации, мероприятия, где набрать столько организаций, чтобы в течение года постоянно проводить какие-то живые встречи. На самом деле, здесь ответ на самом деле простой. Вы можете несколько раз посетить одно и то же предприятие с разными темами. На нашем тренинге мы прорабатываем, ну как минимум пять, а для большинства регионов подходят до десяти тем, которыми вы можете посещать одну и ту же фирму несколько раз в год. Например, наши сотрудники посещают некоторые особо интересные предприятия, с которых у нас уже пошли клиенты, с которых идут уже рекомендации, с которых есть обратная связь, ну такие лояльные к нам, они проводят несколько раз в год. Темы разные, темы можно поменять и в общем-то проблем с этим нет. Второй вариант, вы можете прийти в одну и ту же организацию, даже тему не менять, потому что меняются всегда сотрудники. Если мы проводили презентацию в силовых структурах, то во многих случаях там люди работают там сутки через трое. Мы проводили среди пожарных частей, там МЧС и естественно люди работают сутки через трое. Во многих РОВД люди на дежурствах, люди, ну, люди постоянно меняются. Поэтому в принципе вы можете несколько раз выйти в одно и то же предприятие с практически одной и той же темой, чуть-чуть поменяв несколько там, буквально несколько предложений или сделав другое предложение в конце самого выступления. И, наконец, третий вариант. Можно скомбинировать эти два способа и менять темы и приходить на одно и то же предприятие. Дело в том, что человек, который слушает вас, он через полгода будет находиться уже на другой стадии принятия решения. Например, вы были, ну, например, в больнице. Вы были в начале года. Люди слушали вас, кто-то записывал, кто-то что-то не слушал вас. Но через за полгода могла поменяться ситуация. В больницу могли перевести и могли поднять зарплаты. Человек, который отвлекался и у него были свои мысли в голове во время вашей встречи, за полгода он задумал свое решение жилищного вопроса. И несколько раз были такие случаи, когда наши сотрудники ходили с одной и той же презентацией на одно и то же предприятие и люди говорили, что, ой, вы так интересно рассказали, мы это раньше никогда не слышали. Причем, когда это рассказывают третий, четвертый раз, практически одну и ту же информацию. Человек меняется. Меняется его взгляд на мир, меняется у него уровень доходов, меняется все вокруг. Естественно, он по-другому воспринимает эту информацию. Поэтому не бойтесь, что у вас не будет хватать мест и времени и не будет хватать организаций, в которых вы будете проводить эти выступления. Здесь огромное поле деятельности. Это еще одна фишка, с которой я хотел поделиться с теми риэлторами, кто еще не принял решение, кто задумывается, кто размышляет, кто переживает по поводу того, идти на принять участие в тренинге или не принимать участие в тренинге. На тренинге продажи недвижимости оптом мы разработаем несколько тем. Я уже говорил, от 5 до 10. Каждый риэлтор выберет до 10 тем, с которыми он сможет выступить перед своими знакомыми и их коллегами по работе. Регистрируйтесь на участие в тренинге продажи недвижимости оптом и у вас всегда будет избыток клиентов. Клиенты будут вам звонить, отправлять заявки и у дефицита клиентов у вас не будет никогда. С вами был Максим Абилиничук. До встречи на тренинге. Редактор субтитров А.Семкин